Приветствую вас, я бы хотел сначала задать вам такой вопрос. Ну вот вы описали свою ситуацию, да, вот вы описали, можно сказать, свою проблему, и, собственно говоря, что дальше? То есть, ну вот вы описали свою проблему, хорошо. Вы описали свою сложность, ладно. Что дальше? Что вы готовы делать с этим? Что вы готовы делать с этой ситуацией? Как вы, ну, готовы ли вы ее как-либо менять? Понимаете? То есть, у вас нет вопросов. То есть, вы описали, и что? Хочется вам по итогу чего? Хотите чего? Что нужно вам? Вы хотите найти себе занятие, например, может быть, ну, по душе. Это одно. то, может быть, еще есть какие-то у вас, ну, задачи. Может быть, еще есть какие-то у вас запросы. То есть, вот, нужно, чтобы вы постарались ответить на этот вопрос. Что же вам все-таки нужно? Потому что, без этого запроса сложно будет вам оказать помощь. Потому что, ну, опять же, непонятно, чего вы сами хотите из этого. Что вам самой нужно, да? Значит, теперь, если говорить о том конкретном, что с вами происходит, да? Что-то следующее. Вот, когда вы стараетесь что-то делать, когда вы стараетесь чем-то заниматься, когда вы выбираете тот или иной путь, ну, вот, для себя. Зачем вы это делаете? Вот вы говорите, я начинаю какую-либо деятельность, да? Я начинаю чем-то заниматься. Хорошо. Начинаете вы чем-то заниматься. Значит, что вы хотите в этот момент? Я уверен, что вы делаете то, что вы делаете для определенного результата. То есть, вас интересует именно результат, который кому-то нужен. Ну, в данном случае, скажем так, что результат нужен вам пока что. Хотя, понятно, что если бы результат был нужен вам, то, наверное, ситуация была бы немножечко по-другому. Соответственно, что это за результат, которого вы так сильно хотите? от работы, от отношений, от своих, значит, занятий и так далее. Вот, правда, непонятно, вы говорите про хобби, вы говорите про работу и вы говорите про, ну, личное отношение. Как бы разные вещи. Очень. То есть, вот, все три сферы, это все три очень разные вещи. Очень. Очень и очень разные. А, значит, для чего вы это делаете? Вот, например, вы хотите заниматься хобби. И вам надоедает. Ну, понятно, что если вам надоедает, значит, вы не получаете какого-то результата. того какого-то результата, которого, ну, вы, вероятно, хотите. И вопрос в том, что из себя представляет данный результат. Понимаете? Понимаете? Вот. Что есть этот результат? И что он такое? И какое желание за ним, за ним стоит, за этим результатом. Понимаете? Какой-какой важный момент здесь. То есть, ваше желание, ваша потребность, грубо говоря, в результате, она мешает вам получать удовольствие от, того, что вы делаете. Ваша потребность в результате, она не позволяет вам заниматься тем, что вы делаете с наслаждением. И это, на самом деле, действительно очень важный момент. Ну, я полагаю, что то же самое касается, в общем-то, и того, что, ну, того, что вы делаете на работе. И то же самое касается того, что вы делаете в своих отношениях, на мой взгляд. То есть, в принципе, принцип здесь, он один и тот же. То есть, вы либо действуете так, как вам нужно, чтобы был результат, либо вы действуете так, как вам нужно, чтобы было удовольствие от процесса. Но поскольку, удовольствие от процесса, вам, в данном случае, вами-то вами, точнее, удовольствие от процесса подавлено. Благодаря, вот, тому, что нужно сделать, да, вот, то, соответственно, вы и постоянно ошибаетесь и постоянно не можете получить наслаждение от того, что делаете. Вот. То есть, кто-то запретил вам получать удовольствие от того, что вы делаете, это А. А и Б, скорее всего, значит, то, чего вы хотите, ну, то есть, то есть, вот, желание результата, тот результат, который вам нужен. Оно, он настолько важен для вас, этот результат, что вы думаете только о нем, об этом результате. Вы, то есть, грубо говоря, не обращаете внимания, там, например, даже на сам процесс. И людей, исходя из этого, вы воспринимаете так же, как средство для достижения своих целей. Но не как, значит, свободных людей, не как, значит, тех, у кого, ну, могут быть какие-то желания, там, свои, и не как свободных личностей. Так вы их, не воспринимаете, к сожалению. Вот. И отсюда, отсюда, вот отсутствие потребностей, отсутствие возможности получать удовольствие. Вот. Можете ли вы просто заниматься чем-то ради процесса, потому что вам нравится процесс? Вряд ли. Нет. Скорее всего, нет. Скорее всего, вы не можете. А делаете вы только ради результата. А результат, это всегда собственная значимость. Ну, то есть, вам важна ваша собственная значимость. Вот. И отсюда, те трудности, которые вы испытываете. Потому что значимость, это одно. Значимость, это одно. И реализация своей значимости, это одно. А получение удовольствия от процесса какого-то, да? Это совсем другое. Понимаете? Какая история. И вот вам, именно вам, эти две вещи, я рекомендую разграничить. Ну, постараться, по крайней мере, это сделать. То есть, тут важно, с одной стороны, увидеть, что за результат вы хотите для себя получить. Что за результат вам нужен. С другой стороны, кто, как и почему запретил вам получать удовольствие от того, что вы делаете. Ну, вот. То есть, это очень, тоже, такой важный момент достаточно. Если мы хотим понимать, что с вами происходит. Если мы хотим понимать, что стоит за вот этими вот вашими проблемами, да? И только так можно будет из этого найти выход. Только так можно будет из этого выбраться. На деле это, на деле, на деле, это обращение, именно обращение к тому, с чего вы хотите на деле. То есть, на деле, это, по факту, это стремление к тому, с чего вы желаете. На деле, на деле, это обращение к вашим собственным желаниям, которые подавлены, именно по той простой, в общем, причине, что вам не разрешали, значит, в детстве, да, допустим, делать то, что вы, ну, то, что вы хотели бы. А вынуждены вы были делать, например, то, что нужно. Но кому нужно? Понимаете, в чем дело? Какой важный момент? Кому нужно? Нужно-то не вам, ведь, а нужно-то другим людям, людям, да? Вот. Ну, например, делать то, что нужно, там, например, для того, чтобы получить одобрение своих, допустим, родителей. Делать то, что нужно, чтобы получить улыбку родного вам человека, например, ну, например, например, да? Вот. И так далее. То есть мотивация не ваша. И если вот вы перед тем, как начнете что-то делать, это вот такой первичный шаг, да, первичная такая коррекция, прежде чем я соберусь что-то делать, нужно, значит, визуализировать. Вот я собираюсь. Это делать что будет? Как будет? Что мне нравится в том, что я делаю? Вот я работаю. То же самое. Зачем я работаю? Для чего я работаю? Чего я хочу от работы получить? Понимаете? Потому что если, грубо говоря, например, мне деньги нужны, да, от работы, то есть вот мне, допустим, в работе, да, например, мне нужны там, допустим, только деньги. Я работаю ради денег. Вот. И всё. То есть я не работаю ради чего-то другого, я работаю ради денег. Если я работаю ради результата, я работаю на результат. Опять же, деньги не важны. Но результат, он, он чем-то обусловлен почти всегда. Вот. Если я работаю там ради процесса, то это тоже момент. Но вам нужно, чтобы лучше это понимать, чтобы именно вот, чтобы лучше отдавать себе отчёт в этом, вам это нужно визуализировать. То есть как плёнку прокручивать это в, значит, ну, в своём сознании, по сути. Для того, чтобы было, ну, для того, чтобы это было лучше. Да? Вот. Возваемоотношения с мужчинами, в принципе, в принципе, то же самое. Да? То есть если вы вступаете в отношениях, то, соответственно, вопрос, он такой. А чего, собственно, я хочу? То есть вот, я, собственно говоря, готовы ли, например, ну, что-то, там, допустим, мужчине отдавать? Или я хочу только получать. А если я хочу только получать, допустим, то что именно я хочу получать? Понимаете? Вот. Если я хочу получать, то, соответственно, что именно мне нужно? То есть в чём я нуждаюсь? Вот. И как я смогу получить это от своего партнёра? Да? То есть может ли он мне это дать? Мой партнёр? Если может, то какой ценой, да, то есть какая цена у этого? Если не может, если он не сможет, да, то что я буду делать? Вот. В этом случае, в этой ситуации. В этом конкретном, конкретном, значит, обстоятельстве. Вот. Ну и, в общем, помимо мотивации здесь ещё и модель, именно модель гемберного поведения, да? То есть какая вы женщина, значит, какой вы вектор поведения своего используете при взаимодействии с противоположным полом, ну, при взаимодействии с партнёрами, ну, какой вы используете вектор поведения, то есть какая вы? И какой у данного вектора может быть реальный партнёр? То есть вот тот партнёр, который, тот партнёр, который есть у вас, например, да, это один партнёр. То есть он, грубо говоря, ну, вот он, он вот такой, да, это партнёр. А вы, когда ведёте себя, ну, определённым образом, вы, соответственно, делаете реальным другого партнёра. И вот каков этот реальный партнёр, каков он, это уже вопрос. И вам на этот вопрос, ну, не на этот ответ. Потому что возникает несоответствие. Если вы, например, грубо говоря, ведёте себя как, ну, скажем, как женщина такая, ну, более активная, да, если вы ведёте себя как более такая, ну, боевая, да, и так далее. Ну, например. Вот. То, соответственно, какой мужчина будет рядом с вами? Тот, кто будет вас, например, перебаривать постоянно. То есть, соответственно, бороться с вами. Доказывать, доказывать вам что-то. Или это будет мужчина, например, который, допустим, будет вам, там, грубо говоря, подчиняться. Да? То есть вот тонкость, она вся именно в этом, на самом деле. Какую вы выбираете для себя модель поведения и какого партнёра эта модель предполагает. Ну и опять же, опять же, мотивацию здесь, в общем-то, никто не отменял, да. То есть мотивация, это, она по-преднему важна в любом случае. Вот. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Обязательно вам нужно формировать свой запрос, то есть, что вы хотите сделать. Да? Что вы вот с этим, с этим, с этой проблемой, да? Что вы хотите сделать. Потому что, ну, как бы, проблемы имеют общие корни. Это да. Но, помимо общих корней, это ещё и различия есть в каждой сфере. И, соответственно, если вы готовы над всем этим работать, то, соответственно, в таком случае, я полагаю, вам нужно будет выбрать себе психолога и начинать с ним, собственно говоря, двигаться по... Выравниванию. По выравниванию и по корректированию данных у данных ваших проблем. Потому что, ну, хотя бы потому что сами по себе они никуда не уйдут, никуда не денутся. Вот. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, я буду рад вам помочь. А если вам понравился мой ответ, я буду благодарен, если вы сделаете его лучше. Значит, желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует...